Здравствуйте! Приветствую вас! Это опять я и решил я вас познакомить с своей одной работой, провести так сказать экскурс в историю, с чего это все в принципе начиналось. Начиналось это довольно давно, там не только эта работа была, но это была, скажем так, эта работа всегда была со мной. Как вы понимаете, речь будет идти об Ивек Астралис, первая серия, самая, наверное, моя любимая машина, ну нравится она мне, короче, балдею от этой техники, но в игре ей как бы не особо повезло, моделька, скажем так, чуток страшненькая, не чуток, а кабина еще ничего, но по шасси там чехи поиздевались, капитально. Ну, короче, когда-то, когда-то только более-менее научился что-то делать, у меня появилось такое желание сделать эту технику более-менее на что-то похожей. и засел я тогда за 3ds Max, это, так сказать, первые шаги, и там до этого чуть-чуть там прицепы делал, там кое-какие, потом, когда-нибудь покажу, что оно так и осталось в недоделках, но потом засел за Астралиса я. после таких долгих моих поток, кое-что у нас все-таки получилось. Вот это у нас, смотрим, это 13.04.2012 года. То есть это еще до выхода GTS 2. Это я делал для GTS. Здесь, конечно, много еще всего ужасного. страшненького, но, так сказать, общие тенденции. Тенденции уже как бы были видны. Например, я сразу взял установку на экономию поликов. Что можно было нарисовать, я старался рисовать. Что такое запечка, я тогда еще понятия не имел. Вернее, догадывался, но это мне казалось очень-очень далеко и неправда. Поэтому я выкручивался как мог. Вот, кстати, можете посмотреть. Вот, воздухом смоделенный. Видите, это все рисовано. Здесь вот сведло, это все. Я пытался там создавать тени. Это, ну, как мог сказать, но избегал лишнего 3D. Потому что, ну, я уже говорил в предыдущем видео, что мне всегда хотелось научиться модели, как модели от Чехии. То есть, легкие модели делать. Вот, седло. Видите, здесь тоже это не 3D. Это все рисовано в фотошопе. Ну, как бы, для того времени, вот эти все мостики, вот шланги, видите. Они модели эту кучу шлангов. Представьте, сколько бы это все весило, если бы это все сделать 3D. Можно, конечно, и 3D делать, но только зачем. В игре вы его не будете рассматривать, не будете в эти шланги дергать, смыкать. Главное, чтобы нормально это все смотрелось. Это уже тогда я старался это все воспроизвести. Вот, и воздухозаборник, это все, все рисовано. Вот, и все, типа, решетки здесь, дырочки. Ну, тогда еще 3D не хотел я делать, опять же, эти дырки нагружать. Ну, в принципе, оно тоже же ящик. Видите, пытался делать, типа, запечка или тени. Но это все не запечка, это все рисовал я. Все рисовалось в фотошопе. Сейчас покажу, как это выглядело. Вот, текстурка, опять же, это все нарисовано с нуля. Это, то есть, положил развертку и под нее это все рисовал. Вот, и мостики, и вот, коробка. Ну, думаю, мне кажется, и сейчас, я думаю, лучше так, чем лишние, лишние полигоны, лишний вес. Я уже говорил, что тот же турбосквидовские, в принципе, такие модели проще делать, чем легкие. Потому что, там, ты фигачишь, в 3D Max, там дофига всяких инструментов, которые позволяют легко, сравнительно легко это все делать, если не заботишься о полигонах. Ну, в принципе, вот, текстурка воздухана. Ну, я не думаю, что, если бы я сделал в 3D, что это в игре лучше бы это все выглядело, чем вот, все, вот, по шасси делали текстуры. Ну, здесь, на опоры здесь все похуже. Здесь, конечно, сейчас бы я чуть-чуть это все по-другому делал. Ну, тогда для ГТС мне это вполне-полне это устраивало. Сушитель брал реальную текстуру. Остальное все, все рисовал. Ну, это, конечно, реальную я брал. Все остальное я рисовал. Рисовал все это с нуля. Это вот седло вот так, на раму текстурка. Седло вот так. Видите, здесь вот все эффекты, тиснение, тиснение. То есть, как бы, ну, сейчас глянем, как это выглядело в ГТС. Вот зверюка. Звуководителя это вижу, не страшно сразу становится. Чехи создали шурода. Но не в том суть. Кабина здесь, понятно, еще полный дефолт. Она еще... Вот именно в ГТС она соответствовала. Это была более реальная первой серии кабина. Ну, вот это вот шасси. Еще многое здесь не в размерах. Но, тем не менее, на тот момент, может и сейчас, мне кажется, это все равно, как бы, смотрится получше, чем то, что нам предлагали чехи. Хотя, вот видите, крылья, здоровые такие фонари. Это все... Я еще тогда просто не умел подложку, правильно чертеж подкладывать. И размеры этих фонарей брал с дефолтной EVECO. Моделью новые. Но размеры, видите, такие же не суразные. Крылья широкие. Фонари тоже огромные. На ресивере здесь, видите, потерял я трошки заглаживание. А так, в принципе, старался воспроизводить. Здесь еще вот воздухом дефолтный остался корпус. А вот уже глушители, вот решетки. Это все, все. Ну, короче, шасси было уже тогда мной заменено. И вот посмотрите, как воздухом, в принципе, для ГТС-то и так. Ну, в принципе, как бы нормально. Я говорю, я же повторюсь, что я не думаю, что это б лучше выглядело, если б сделал я 3D-як. Насколько это было тяжелее. Сколько лишних полигонов забралось это все делать 3D. Потому я и сейчас так моделью. Где есть возможность избежать 3D, я его избегаю. Потому что у нас не мега-компы. Ну, у меня, в принципе, нормальный. Тянет, но не у всех такие компы. И получать удовольствие от того, что игра тормозит и любоваться картинкой, скриншотом. Как-то у меня другие, в принципе. Я считаю, модель для эготы, она должна приносить удовольствие именно от того, что на ней катайся. А не от того, что ты делаешь скриншоты. Вот поближе. Поближе, как это все выглядело в ГТС. Ну, в принципе, если б не вот эти размеры, в принципе, фонарей, ширина крыльев, как бы и вовсе неплохо. Кабина только. Как отображалась в ГТС родная кабина. Сейчас бы за такое даже за мод заплевать. Тогда там это казалось нормально. Все, как бы, как и должно быть. Ну, все течет, все меняется. Также эту ивэко я поставил. Даже в ГТС я ее дорабатывал. Вот она уже в другом виде. Уже более такая навороченная. С белыми уже крыльями. Там уже прибамбасы. Уже вимпелочки появились. Кстати, вимпелочки я сразу как-то с первых почти дней своих попыток моделировать. Я сразу себе, ну, сам себе дал установку. Делать все сам. Не снимать откуда-то, как это сейчас принято. Набрать кучу чужих моделей. Раздерибанить, собрать какой-то тарантас. И потом кричать, я автор. Я всегда считал по-другому. Лучше я сделаю, пусть хуже. Может, совсем плохо. Но это будет моя работа. Во-первых, сама работа приносит удовольствие. Это все поиск материалов. Все-таки сам есть сам. Вот здесь, единственное, что вот здесь. Вот эти бебендумы. Тогда я их еще, еще я не решился их делать. А так, в принципе, все старался. Что я мог, все делать сам. Номера. Вот номера, кстати, долго искал. Тогда помните, именно буквы немецкие. У них специальный шрифт на номерах. Так, наверное, считают, непонятно, что трудно подделано. Вот долго я тогда искал. Ну, как видите, я нашел. Ивэко. Ивэко мне это, да, тайно сейчас мне нравится. На дефолте тогда я только что вот люк я, именно по кабине. Люк сделал. Кое-что там по геометрии. Ну, в принципе, и как бы сама кабина в ГТС была весьма-весьма неплохая. Пока она соответствовала оригиналу. О чем мы поговорим позже. Потом чехи начали что-то чудить в ИТС-2 с ней вообще. А так, в принципе, для того времени, вот когда я заменил шасси, она мне очень нравилась. Кстати, вот эта фоточка. Это, ну, все, наверное, знают Восточный экспресс. Валеры Т-карта. Ну, вот это самая-самая первая версия. Это первые попытки. Еще в ГТС это все начал. Вот это я на ней тогда катался. Она, в принципе, не сильно прогрессировалась во времени. В принципе, тоже самое осталось. Вот так вот тогда ночью выйдем. Никаких лайт-масок еще тогда не было. Ну, в принципе, мы довольны были тому, что есть. Я тогда еще с Хаулям конкурировал. Но я уже как-то, вот когда ИВЭКО подсел на ИВЭКО от Хауля, я начал отходить. Ну, ИВЭКО мне красивее от американцев казалось. Да, но и сейчас, мне кажется, вот она в гараже. Видите, в принципе, мое шасси. Ну, вот здесь, конечно, запечки не хватает. Но, в принципе, не скажу, что это тогда совсем убого было. Вот, опять, вот с зерновозами. Ну, типа вообще мы крутые парни. Белые крылья. Я вот уже фонари, по-моему, чуть-чуть размерчик уже здесь поправил. Морда высоко стояла. Но тогда еще в ГТС, по-моему, в ГТС первом точно, в ГТС не помню. По-моему, при подцеплении прицепа задница проседала, как сейчас в ГТС 2 проседает морда. Что мне, в принципе, больше нравилось, это можно было регулировать это впускание, насколько проседает. А сейчас вот модели рессорную подвеску сзади, при подцеплении она как стояла, так и стоит. Ни туда, ни сюда. Зачем это чехи убрали, непонятно. Оставили регулировки, насколько перед, насколько зад проседает. И было бы шикарно все. Продолжаю в разных, так скажем, ракурсах. Та же моя языка. Это все, кто помнит, это Австрия была добавлена. Самый любимый мой участок той игры, вот именно по Австрии, в сторону Мюнхена. Это да, сейчас много таких участков, тогда это казалось супер-пупер, лучше быть не может. Ну, опять же, все течет, все меняется. Вот тогда нам казалось хорошо, теперь нам, кажется, так был бы вот салончик. Кстати, вот текстурки, вот это я уже рисовал сам с нуля полностью. В фотошопе ничего, все-все-все, брало, все рисовалось. То есть, как бы первые опыты, салон еще, как бы, вот стойка не родная там. Ну, до этого еще далеко было. В импелочке, как я говорю, вот это свое, тоже, видите, пытался я что-то затемнять там. Ну, чтоб оно не запечкаешь, тогда я говорю, что такое это запечка, еще не представлял. Вернее, не дошел еще к ней там-то. Ну, а это уже, уже вышло тогда вот 16 марта 13-го года. Это я уже начал тогда запихивать это все дело в ЕТС-2. Под чем это видно? Сразу, видите, появился бачок на эту AdBlue. Потому что там уже, уже ЕТС-2 это там, как бы, уже более позднее поколение. Хотя там они накрутили. Ну, в принципе, здесь еще тоже все то же самое. Только вот этот блюд, чуть-чуть там кое-где доработки, переработки. Но здесь я уже занялся другими шасси. Потому что здесь уже пошло расширение. Вот здесь, видите, 6 на 2,4. Средняя подъемная. Она тогда еще не поднималась. Ну, уже, в принципе, тогда я понял, что чехи делают лажу. У них, как известно, у них 6 на 4, 6 на 2, у них все одно шасси. Только меняется. На самом деле это не так. Шасси все различаются. По идее, чтоб все правильно быть, на каждой шасси должна отдельная своя модель. А не так, как делает Чехия. А здесь уже появился какой-никакой воздуха. Набрал я здесь дефолтный. Ну, фонари еще, так сказать, конские. Но вот уже появилось 6 на 2, и не только 6 на 2, вот 6 на 4. Здесь, как видите, база чуть длиннее. Крыло, бак чуть побольше, потому что база длиннее. Крылья на среднем мосту, если там глянуть, видите, здесь более узкие и без ребер. А здесь широкие, такие же по ширине, как и задние, и с ребра. Это понятно в игре, у чехов нету. Понятно расположение светла по-другому, 6 на 4. Это все я старался учесть. Вот это все снизу, как пытался воспроизвести, чтоб ее не сильно нагрузить, насколько можно. Механизм подъема оси средний. Вот мосты, видите, как он все моделил. Здесь, конечно, шестигранничек. Ну, там оно, кому оно там надо, его все равно в игре это все не видно. Это, если присмотреться, видно, в принципе. Ну, получилось достаточно не тяжелое. Ну, и все основные элементы, все, все, все у нас на своих местах. Это вот 6, ну, 4 на 2. Просто с другого ракурса. Вот, опять же, 6 на 2, 4. Вот здесь хорошо видно, что крыло переднее узкое. Они два одинаковых, как это делает чехика, это опять на 6 на 4. И база, по сути, база это 6 на 2, 4. Этот, считаем, 4 на 2. Только воткнули в эту базу еще подъемную ось. Потому расстояние между передней и задней осью примерно такое, как и у 4 на 2. А у 6 на 4 там совершенно другой другой. Там более назад все сдвинуто. Там другая база. Хотя рама, рама, по-моему, гена, вот именно у ЮЭКа, по-моему, такая точная. Ну, это когда, даст Бог вернуть к ней, это я буду уточнять. Потом за это время материальчиков накопал побольше, чем было тогда. Вот 6 на 4 снизу вид. Видите, здесь уже не то не так, как на 6 на 2, 4. Здесь уже подушки, все, карданы, все опять же на своих местах. То есть, как бы и не копия, но и, в принципе, кто захочет заглянуть, как оно там примерно выглядит на реальной принципе. Основной принцип понять можно. Чего, в принципе, и добивался. Я не добивался, чтобы сделать супер точную копию машины. Их и так хватает. А вот именно делать легкие, это, опять же я уже не раз говорил, это моя цель делать нормальные легкие модели. Вот это первый запуск ETS 2. И еще раз, красочки такие дефолтные. И сейчас им уже, наверное, никто не пользуется. Ну вот, даже здесь от воздуха это все рисовано. Но, в принципе, для ETS 2, в принципе, очень неплохо смотрится. Хотя тут уже ETS 2 начали сами чехи чудить. И уже непонятно, что начали вытворять с этой кабиной. И вместо того, чтобы делать нормальную ELEC, это, ну, то тема другого разговора. Вот это все поближе. Как это, баки прям блестящие. Ну, тогда как бы и на дефолте так было. И, 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 и вообще я люблю блестящее. Ну, понимаю, что это нереально. Потом я начал это исправляться. Но тогда было так. Было так вот. С другого ракурса колесико. Это тоже, опять же, я не снимаю нигде никогда. Делал сзади типа с колпаками. Здесь типа австралийское что-то. сооружал низкая кабина. Он спойлерок. Вернее, текатель на кабине. Он в два положения у меня ставился. Опускался, поднимался. Ну, где-то сейчас, наверное, опускается, поднимается. Оно мне доработалось. Ну, вот с такого ракурса мне нравилось. С низкой кабиной. Ну, фонари еще, вот здесь видите, еще фонари. Страшные. Кстати, вот первые потоги не запечки, а амбиентная окклюзия. В занозе тогда такая функция появилась. Я и сейчас этой функцией пользуюсь. Она иногда помогает, чтобы не делать развертки, чтобы не запекать. На некоторых деталях, в принципе, иногда достаточно ей обойтись. Поэтому и сейчас променяю. Вот, кстати, кенгурины, обратите внимание, здесь будут попадаться разные кенгурины. Это не с нуля моделиные. Это я брал дефолтные, родные. Отчехал просто элементарным передвижением вершинок, лево, право. Ну, делал что-то более на что-то правдоподобное. Ну, вот так это выходило. По-моему, это лучше, чем не в размерах. Что они... Не знаю, почему они так делают. Ну, сколько... Вроде они по тракшоу катаются. Все высматриваются. Ну, не жаль взять... Трудно взять рулетку, как китайцы это делают. Пройтись и померить ширину этих... Высоту кенгуринов, чем лепить эту игру. Какие-то непонятно что. Как в детском мире купленные. Типа кенгурин. Они не по размеру, никак не сходятся. Ну, короче, черте что. Кстати, вот бибендумы. Видите, здесь появились крупные. Это бибендум уже... Это первый мой бибендум, который с моделем. Моделил как я его... Ну, наверное, помните... Такие крупные бибендумы ходили по сети, но они были очень тяжелые. Там... Буквально там поликов было, корову. Я взял их, типа, как зачертеж, и по них уже сделал свои легкие бибендумы. Чуть ли не в четверо легче по полигонам, чем то, что было в сети. Ну, а так еще тогда хром отображался. То блестит, то в другом ракурсе не блестит. То, наверное, вы помните, как это было. Теперь, слава Богу, хром нормальный. Теперь можно нормально им оперировать. Вот как это первый запуск 6х24 шасси. Видите, здесь хорошо видно, что гладенькие узкие крылья. Вот это, так называемая, запечка через занозы. Такие она засветы дала. В принципе, на бак ее вот здесь вот так ее... Здесь хорошо затенел. Ну, под эту, под эту вещь нужно, если собираясь ее применять, эту такую запечку вершин, то надо это еще на стадии моделирования просчитывать, где сколько вершин подкинуть, чтобы это все правильно затенялось. Тогда я это еще не соображал. То есть, делал как делал, а потом при использовании этой плюзии вот такая вот фигня получалась нездоровая. Ну, оказывается, наверное, тогда особо на нее внимание не обращал. Мне как бы, наверное, то есть встал. Вот здесь хром. Видите, как же он... Как он коряло тогда в игре отображался. Ну, это с другого ракурса тоже шасси. Еще подъемной оси не было. Еще... Еще было все впереди. Когда появилась подъемная оси, я вообще с этого шасси не слазил. Ну, люблю я шасси, ну, говорю, люблю, когда что-то функционально. Это, как видите, здесь с правым рулем. Я, ну, довольно-таки много на ней гонял по Англии. Прикольно с правым рулем гонять. Это еще в родной Юре. По англичам популярная такая комбинация. Четыре тонны добавляют. За подъемности у них опять широкие диски. Здесь уже подгладил ресивера. Чуть-чуть вроде меньше фонари ставили, но все равно широкое крыло. Еще до правки. Правка еще впереди была. С другого ракурса. Вот это она уже, так сказать, в боевой раскраске. Бочка, что я вам показывал в прошлом видео, это она только-только была сделана. Это пиво воска, как видите. Пиво я на ней таскал. Потом она стала ментовой вот так вот. Для Англии сделал эту решетку, хотя она тогда чуть-чуть не доделано. Бока здесь слизанные, потом ближе вы видите. И здесь А это эмблема. Это Седден Аткинсон. Такая английская фирма. Теперь не существует. Она выкоплена ивека была. Ну вот я для Англии гонял именно с такой соревновки. Потом сюда несла бебендомы. Четыре штуки аж я их поставил. Ну это у меня слабость к бебендомам. Почему слабость? Потому что, наверное, это еще с советских времен, когда эти бебендомы были как привет из другого мира. Тогда они разве что у ленинградцев, то есть у питерцев и других портовых городов, дальнобоев они доставали, цепляли, а мы им только дико завидовали. Когда идешь в масс, наверху бебендомы светятся. Для нас оказался такой космос. Но, наверное, до сих пор тяга к этим бебендомам. Вот, кстати, опять же, кенгурин. Видим. Это не с нуля модели. Это все сделано из того, что предлагали чехи. Просто перемещение вершин. Просто, так сказать, все на свои места. Здесь колпаки уже такие. Я смоделил двое нее. Вот она поближе. И здесь уже, вот видите, эти полосы. Вот я здесь уже пытался сгладить то, что наделали чехи. Что они наделали? Они кабина первой серии, сделали морду и бампер второй серии. И получился некий гибрид. Ну, как бы, не знаю, зачем они так сделали. Зачем, в чем трудность была сделать нормальную модель. Здесь уже появился у меня крашеный вариант рамы. Но ось, как видите, еще похоже не поднималась. Еще версия игры, неподъемная ось. Вот дорабатывал я снизу эту трубяку номера. То есть потихоньку тренировал и балдел от нее. Ну, нравится мне эта машинка, машинка. Вот, про что я говорил, вот здесь растяжки. Ну, опять же, это все с опытом. Но я не боялся, как бы, косяков. Если не делать косяков, то чему-то никогда не научишься. Через косяки надо всем пройти. Потом ничего не страшного нет. Хуже, я повторюсь, когда берут чужие модели и раздеребанят. Вот это я ненавижу, конечно. Потом еще пишут, что там я супер автор. Там капец. Научись хоть кубик сделать 3D Max, а потом будешь автором. А собрать, передеребанить чужие модели и прицепить свое авторство, это подмос какая-то. А вот это и я начал делать. Хотел, вернее, и сделал. Это кабина, как видите, второй серии. О чем видно? Вот сразу же ящик у первой серии внизу. И вот это подштамповка. Если вы помните, вот здесь видно, подштамповки другие. Ну, и высота кабины, ну, профиль другого. Ну, совершенно другая кабина. Вот это я начал ее, как видите, понятно ее с нуля. Да, ниоткуда я ничего не деребанил, не воровал. Ну, насколько это нормально получалось, можете оценить. Мои потуги. Начал я не с высокой кабины, а с низкой. Вот нормальная кабина второй серии, потому что они отличаются, сильно отличаются от первой серии. Вот такие вот этот прогресс, как это все делалось. Вот, помню, долго возился с тем воздухозаборником, довольно-таки у нее выкрутался. И опять же, видите, уголок это оставил я на заложении, потому что экономил пулики. Всегда-всегда я стараюсь экономить пулики, не стараюсь, а любой ценой, лишь бы копийность. Лучше где-то чуть-чуть не копийно, но чтоб это более. Вот как чехи, в принципе, нормально не делают, в плане и экономно, и смотрится хорошо. В то время, как тут те же турбосквидовские, все вроде на своих местах, а смотрится, ну, кто запихает их, наверное, нету таких талантов, как у чехов, сделать правильно эти все запечки, распроят цвета, чтоб оно все красиво смотрелось. Ну, пытаюсь этому учиться, насколько хорошо это получается, я не знаю, не мне, не мне это судить, не мне это судить, это судить вам. Вот уже, так сказать, это более-менее кабина уже, кабина уже готовая. Вторая серия, низкая крыша, здесь уже и бампер, все, и решетки, ну, уже все, практически оставалось текстурирование, вот задняя стенка, здесь опять же видно, что, ну, у чехов вообще там задняя стенка, непонятно, что ее не существует, еще сами придумали, лишь бы полегче было как-то это все слепить, сварганить. Ну, здесь уже более-менее соответствующий оригинал именно второй серии, почему у первой серии она гладкая, без этого выступа, вторая серия без выступа, вот это все я пытался сделать, ну, вот как это получилось, вот так это получилось, ну, какие-то обстоятельства, ну, вообще известные обстоятельства, они дали это все дело закончить. Закончить, причем, конечно, залею, надеюсь, когда-нибудь это я закончу, вот она там сбоку, в принципе, и тогда еще ни бампа я не знал, я вот эта игра не поддерживала, ну, вот так, вот так, вот так, вот это, ну, будем надеяться, когда-то это все попадет в игру. Продолжаем мы наше повествование, вот это, такая она, это я по Англии работал, чисто не выезжал за пределы, правый руль, манчестер, все решетки, 6 на 2,4 схема, опять же, кенгурин, четко сделаем, тока-тока из дефолта. Опять же, вопрос, почему чихи это не делали. Вот это уже в той стадии мы подошли, когда я, ну, больше всего нам здесь я уже начал из салона красить, там уже, кенгурин уже, резинки там добавил, такие уже, еще не полные раскраски, от хайвея зеркала воткнул, шторочки, колпаки, все, все, как и было, вот так вот, почему так, это, чтобы по минимуму здесь, по травам надо все сделать, ну, это, чтобы не снимать, чтобы закрыть ресивер, вот так вот, брызговик, все, вот, на каждой кабина дефолт, наверное, вот, видел, он добавил ребер здесь я, на внутренностях, добавил там, всех арматуры, вот, боковую защиту с моделем такую, ну, то есть, и уже явно видно фонари здесь уже поменьше, уже начал с этим бороться потихоньку, еще никакой, там шильдики уже появились, вот, она уже, так, ну, по-прежнему кабина, кабина гибридная, так называемая, дождь, дождь, вот уже, это уже финальная, потом я уже так особо с ней ничего не делал, долго ездил в этой раскраске, кабине, ведь шторы, это все, это уже была напичкана она, почти, но оставалась только, оставалась только кабина, вот здесь уже появилась моя любимая раскрасочка, не знаю, что так, но она мне сильно понравилась тогда, рисовал я, конечно, ее, не люблю я где-то что-то брать, не, самого Багатеря я не рисовал, я просто вгонял его сюда, рисовать я такое, к сожалению, не имею, вот она, скажем так, во всей красе гибридной серии, знаете, такая у меня панно было, это мы на ферме где-то, вот это я уже бочкой накатался, уже фуру начал подцеплять, но тоже пивовозка, вот пошли эксперименты с салоном, итерация, тахограф, приемник, абу, шторочки первый вариант, такие убогенькие, мемпелочки тогда сделал, они до сих пор, в некоторых машинах по сети качуют, приборы рисовал, такие желтые, с эмблемой и веком, почти мустанг, скажем так, кстати, кстати, вот здесь хорошо как раз видно, парни, кто пытается делать реалистичный, так называемый салон второй серии для ИВЭКа, не пытайтесь, это убого будет все равно, потому как это салон первого, самого первого выпуска первой серии, потом был второй выпуск первой серии еще, причем это видно, смотрите, на бардачке нету крышки, крышка появилась на ИВЭКа первой серии, но на Евро 5 уже, это перед рестайлом была такая, это раз, во-вторых, вот этот навигатор такой, опять же на самых-самых первых такие стояли, потом здесь уже начал навигатор, крышка, отсюда начал он, открывается крышкой, там навигатор, и управление автоматической коробкой, наверное, все помнят на Хайвэе, вот здесь кнопки, вот это все появилось на втором выпуске первой серии, я не говорю там, что там светлая, темная отделка, тут пигня, но вот ключевые элементы, если вы там черным покрасили салон, это не значит, что это салон второй серии вы сделали, это не второй серии салон, это вы перекрасили салон первой серии, первого выпуска, чтобы сделать второй серии, надо все это переделывать навигатор, надо ставить, делать крышку сюда, надо управление автоматической коробкой, все сюда убирать с пола, вот это, вот это уже на втором выпуске, тем более на второй серии этого нету, но я не говорю уже там про потолок, про эти ящики, они примерно похожи, говорю, вверх, как у Хайвэя, но не так, как здесь, это первая серия, это чехи намутили, сами не поняли, что они намутили, ну им как бы попроще, вот здесь тоже четко видно, что это, вот открытый бардачок, что это первая серия, первый выпуск, ну здесь видите, уже появилась у меня другая штора, опять же, старался делать максимально легкое, а это все реалистичность добавлял через фотошоп, ну и здесь видно эти косяки по решетке, сразу не сделал, а потом все, некогда, некогда, перетекстурить так, как-то так она, и осталось до лучших времен, здесь полочка, первый вариант появился, еще не было, видите, не было в игре не указанности ограничения, потому я делал себе вот такую штучку, чтобы я всегда видел, где, ну и стараюсь ездить по правилам, потому я себе делал такое, чтобы где какие ограничения, в какой стране, город, загород, автобан, здесь всегда, мне всегда было понятно, вот так вот, боковые шторы, вот так вот, с палочкой, опять же, все старался рисовать, рисовать, а не делать 3D, все для экономики, здесь видно, вот я говорю про автору серии, вот здесь вверх, все, сама конфигурация, и эти все сеточки, полочки, вот 2 серии, все не такое, потому все потуги сделать из него без моделирования, салон 2 серии, не получится, это будет все равно лажа. Вот хайвейские зеркала, вот так вид, после уже с хайвэя я вставил сюда дисплей, вот такая палочка у меня, как видите, здесь такой гобеленчик у меня висел, обжевал, вот боковая штора, опять же, видите, все рисовано, мне кажется, так лучше красиво нарисовать, чем сделать все 3D, и оно все равно в игре будет убого, потому что игра все не отобразит, все равно свет не ложится так, как нам хочется. Вот потолок, здесь хорошо видно, что это первая серия штора задняя еще и боковые, это, видите, ранние варианты, совсем ранние подушечки, опять же, легкие, кто туда заглядает, но наличие, приличие подушки есть, довольно-таки легкие, в принципе, скажем так, это тренировочный макет, на котором, вот здесь уже я убрал эти все текстуры, сделал уже краска, новая полка появилась, будут высокими бортиками, ну, в принципе, нравилось мне на этой машинке кататься, а вот это уже последнее, последнее на ней, это как бы уже вариант для Англии, но ездил с левым рулем, как бы больше фирма английская, но ездил я по Европе, вот здесь уже появились колпаки малые, это все, то есть, само Ивэка, уже я понимал, что тут делать, нечем, да более кардинально это все делать, и настал тот момент, когда я, это вот, кстати, вот фотка, как бы чуть-чуть оправдывающая Чехов, видите, фотка из реала взята, и здесь мы видим кабина первой серии, ну, морда и бампер от второй серии, это как бы, вот примерно, вот не примерно, вот тоже мы видим в игре, вот эта машина там в описании была 2010 года выпуска, как-то получилось, что кабина такая, морда такая, это я не знаю, если кто-то знает в комментариях, напишите, очень буду рад такой информации, потому как по Ивэке я не прекратил сбор информации, рано или поздно их не верну все равно, а здесь все, решила я восстановить справедливость, в каком виде, решила я все-таки сделать, пусть она будет первой серией, как ей положено быть, в соответствии с салоном, видите, уже появились фары, бампер, все, то есть, уже решетка, это уже пошла чисто первая серия, это, кстати, штурмую, на Русмапе, наверное, этим многим известна эта база, кстати, я с нее выехал своим ходом, выехал за счет подъема оси, манипулирования подъемной осью, я отсюда выскочил, вот здесь четко видно, сюда я бамперу, эти всю морду я брал из ГТС, чуть-чуть подтягивал, доделал, но фары, фары верхние, поворотник, это все пришлось смоделить, потому как, ну, там, в ГТС там страшное все было, поэтому я так вот сделал, но уже понимал, что в принципе, вроде и сойдет, но кабина, кабина начинала уже тормозить, что надо что-то делать, ну, как бы еще катался, вот она вот такое-то, я подогнал кабину, перетекстурил, чтобы все дефолтные раскраски на нее ложились, морда, чтобы все соответствовало, ну, чтобы не терять то, что есть, не люблю, когда то, что есть в игре, потом моделеры это упускают, и модель становится беднее, если в игре есть эти раскраски, они должны на нее садиться, становиться, игрок должен ими пользоваться, ну, вот так вот, вот так вот, мои потуги, по ИВК, на этом практически, на тот момент завершал, так она его и надела, вот салон, это я уже перекрасил полностью под первую серию, самый ранний, видел и темнее их, но это именно цвет, я брал именно с заводских проспектов тех времен, вот именно световую гамму подбирал по заводских проспектах, ИВЭКовских, брал на сайте ИВЭКа, текстурки опять же те, что показывал, ну, так вот, так вот он у меня выглядел, но потом наступило время более кардинальных перемен, и они наступили, как видите, пересыпал кардинальное шасси, видите, новые крылья, они уже нормальной ширины, нормальные размеры поворотов, нормальные расположения, новые баки, новый текстуринг на них, уже они не блестящие, уже они, старался более реалистично делать, вот так вот, с разных ракурсов, в принципе, не знаю, есть у меня еще более новые крылья, сделан high-poly модель, low-poly, именно, чтобы сделать бамп, чтобы снять, сделать бамп маппингом, как на хайвее сделано, это у меня все заготовки есть уже, но, когда к ним руки дойдут, я не знаю, но это здесь я подтягивал, как бы, то, что есть, ну, как, как получилось, это не мне судить, вот, а вам судить, но, старался, как бы, чтобы это более реалистично, вот это уже в занозе, здесь же на баке, вот видите, уже бамп применил, здесь под штамповки эти все делал уже, бампом, здесь уже, ну, крылья еще не те, еще у меня в запасниках лежат крылья, разъемные, все там, болтики, все, как у реальной, все там сделано машины, то есть, комплектовать можно так, так, как хочешь, ну, на тот момент я остановился, именно на этом варианте, запихнул его в игру, даже не помню, это год назад, или два, вот, первые фотки я когда-то и показывал, вот, это из игры, здесь, все сделано с нуля, кроме кабины, кабина здесь еще оставалась, оставалась еще кабина, дефолтная, опять же, с этими, с ребрами, с доработками, ну, а вот так вот, новые баки, новые крылья, думаю, это более удобоваримо стало, более на что-то похоже, баки уже, а, исчез, видите, я уже делал первую серию, уже для отблю, еще, потому что это ранняя первая серия, уже бачок отблю я убрал, он здесь, не нужен он не в тему для этой машины, отблю появился гораздо позже, потому его, баки размеры, видите, поменял, это уже брались, сайтов, размеры, баков, уже, кабина, конечно, как один человек контактов, как бы, кабаконская, ну, да, она так и есть, кабаконская, и, как она, если на ней, это не кондрина, ничего, видно, что она, как бы, не в размерах, вот, других, вот, здесь, видите, сделал съемную, часть, это, уже, более, и рама, доработка, ну, уже, существенно, переработал, это все уже стало более и более на что-то похожее, кабину только подкинуть, вот, сделал и вариант, в фирменном бордовом цвете, и в ЭКО, такие часто встречались, думаю, он лишним не будет видеть, фонари уже нормальные, номер нормальный, уже по размеру, не такой громадный, и ширина, то есть, уже, как бы, уже не совсем село и люди, уже, что-то, 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 где-то пригородом запахло, вот, ночью, лайтмаска, понятно, невелика проблема ее там сделать, ну, двигался, двигался я, и дошло дело до кабины, кстати, накладывал, на чертеж, это не, чертежом это не назовешь, на схематическое изображение, наложил дефолтную кабину, вот, видите, насколько тут не совпадение, с контурами, с очертаниями, морда еще, так скажем, более митнее, но там, там, там надо, надо все делать, было, что я, в принципе, и начал это делать, от результат первой на работе, совершенно с нуля сделанный бампер первой серии, оставалась кабина, но потом произошли определенные события, пришлось это дело чуть-чуть, думаю, не навсегда забросить, и заняться более насущными делами, ну, короче, быт заел, как говорится, думаю, он когда-нибудь попустит этот быт, и мы таки, доделаем это и века, их салон хотел новый полностью сделать, потому как там, ну, особенно в районе спалки, там, чехи вообще не стали особо напрягаться, там, ну, сделали-то сделали, как получилось, так получилось, особо они там не вдавались в подробности, ну, надеюсь, когда-нибудь, когда-нибудь, я это все доделаю, даст Бог, ну, а пока, пока, всем пока, до свидания, до следующих видео, если есть какие вопросы, пожелания, или хотите, что-то, что-то, чтобы я, что-то снял, какую-то тему, пишите, пишите в комментариях, не по сайтах, чтобы я не бегал, там, будем снимать, пока, за следующим видео, может, если вам, это мое, так называемое, слайд-шоу с монологом, понравилось, покажу еще, кое-какие, свои наработки, которые, которые остались, а не доработками, опять же, думаю, не навсегда, там, и по дафу, там, и по процепу, короче, короче, до новых встреч, до свидания, думаю, мы еще увидимся, услышимся, спасибо всем, кто смотрит, спасибо, что не заплевали, не закидали помидорами за первое видео, ну, снимаю как могу, что могу, то могу, сильно не пинайте, ну, короче, всем до свидания.